Он пришел к выводу, что происходящее внутри этого тайного ведомства, по сути, угрожает правам на личную свободу. Свобода использования интернета подрывает основы политической свободы не только в США, но и во всем мире. Он осознал, что его долг как человека рассказать об этом всем людям. Меня зовут Эд Сноуден, мне 29 лет. Я работаю на бус Ален Хэмилтон в качестве аналитика АНБ на Гавайях. Невозможно пытаться противостоять сильнейшей службе разведки в мире без значительной доли риска. Это очень опасный противник, и поэтому мало кто вступает с ним в конфронтацию. Если они захотят достать вас, то рано или поздно достанут. Молодец. Следующему поколению придется еще хуже, поскольку механизм подобных притеснений растет и развивается. И тогда ты понимаешь, что готов пойти на тот самый риск, если есть шанс, что люди узнают об этом и сами решат, что с этим делать. Ведь даже если вы ни в чем не виноваты, вас все равно снимают и прослушают. У меня был доступ ко всему арсеналу компьютерной разведки. Если бы я хотел причинить вред США, вся эта система слежки могла бы быть отключена за полдня. Но это не входило в мои планы. И всем, кто пытается это оспорить, стоит задуматься. Если бы они оказались на моем месте, в раю, на Гавайях, и получали за это горы денег, смогли бы они от всего этого отказаться? Мой самый большой страх относительно результатов своего поступка, что в Америке ровным счетом ничего не изменится. В последующие месяцы и годы ситуация только усугубится. А затем, рано или поздно, наступит момент, когда будет избран новый лидер, который воспользуется этим рычагом. И люди против этого ничего сами уже не смогут сделать. И наступит полная тирания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!